Приветствую вас, Дарья. Вы пишете, что вы замужем, два детей, первый ребенок от первого неудачного брака. И, соответственно, сейчас ваш брак, он тоже, очевидно, не так хорошо складывается. Вот. Ну, очевидно. Раз, раз, имеет место быть измены в вашей стране и так далее. Да. Я склонен видеть в этом связь, в том, что вы первый брак, в том числе первый брак раз упал. Вот. Я думаю, что я вижу в этом связь с тем, что происходит сейчас. То есть, возможно, для того, чтобы лучше понимать ситуацию, в которой вы оказались, возможно, имеет смысл поисследовать. Вначале то, как развивались ваши отношения в предыдущем браке. Вот. и для чего вы расстались со своим первым мужем. Ибо то, что происходит сейчас, ну, скорее всего, берет начало из вашего прошлого. Из того, как вы организовали свою, ну, свою супружескую жизнь. Вот. Возможно. Возможно. Я этого не утверждаю. Но. Возможно. Так. Далее. Вы пишите. Муж отличный. Детей любит. Помогает во всем. Вместе пять лет. Ипотека изменила год назад без особых чувств. Что имеется ввиду без особых чувств. Не очень понятно. Что вы подразумеваете под этим выражением. Говоря, что без особых чувств. То есть, вы говорите, что у вас нет чувств к мужу. Или вы говорите, что у вас не было чувств к тому, кому вы изменили. Вот. То есть, мне кажется, что это важный момент. И важное дополнение было бы к ситуации. Вот. Далее. Ну, вы же изменили. Значит, вам. Вероятно. Далее. Каковы причины измены. То есть, ну, вы же изменили. Значит, вам. Вероятно. Чего-то. Чего-то не хватало. Чего-то не хватало. И, может быть, чего-то не хватает до, в общем и целом, с тех пор. Вот. То есть, мне кажется, что за измену себя корить не нужно. Вот. Именно, ну, именно за измену корить себя не нужно. А вот исследовать причины, по которым эта измена произошла, вполне себе можно. То есть, как так вышло, что вам захотелось изменить. Чего вы ожидали, на что вы рассчитывали, когда изменяли мужу. Вот. Чего хотела. Дальше. Сейчас влюбилась в другого мужчину. Он учел из своей семьи. И за эту влюбленность. Я не готова, боюсь травмировать детей и мужа. Но, о угасших чувствах с мужем говорила. Ну, не говорите, нужно работать. Мы с вами с мужем к семейному психологу обратиться. Прекратила отношения с другим мужчиной. От чего я страдаю? Не могу находиться в этом состоянии. От чего конкретно вы страдаете? Я дороже. Вот именно. Ну, конкретно. От чего вы страдаете? Конкретно. Что конкретно вызывает у вас страдания и боль? Вот. Мне кажется, что это вот то, что нужно исследовать. Но страдание – это ваше переживание. Это ваше отношение к тому, что происходит сейчас по факту между между вами и вашими мужчинами. Вот. И тут очень важно определить этот момент. Что причиняет вам боль сильнее всего? Чего вы страдаете? Что составляет причину вашего стресса? Вот. Мне тут тоже, мне кажется, это очень важный момент. То есть очень важно определиться, что является, ну, что определяет ваш стресс. Что вы, к примеру, потеряли в международных отношениях с любовником. Такого, что теперь страдаете. Вот. Вы, перед что боитесь травмировать мужа и детей. Вот. Но. А разве тот факт, что вы изменяете мужу и тот факт, что у вас фугашенные чувства, они травмируют его и детей? То есть, мне кажется, что тут вы склонны, как-то, вот, немножко, может быть, сами себя обманывать в этом смысле, потому что, ну, это всё-таки разные вещи, разные вещи, вот. Вот так, примерно, далее вам можно ответить на вопрос. То есть, как и сказали коллеги, вы не задаёте вопросы психологу, да, никакого вопроса психологу вы не задаёте, вот. А это ладно, что вы хотите делать, что вы хотели бы поменять в себе, вот. Хотели бы вы, например, гармонизировать отношения с своим, допустим, ну, своим, допустим, мужем, вот. Хотели бы вы, хотели бы вы гармонизировать отношения с мужем, или хотели бы вы разобраться в себе. То есть, мне кажется, что этот момент нужно так или иначе раскрыть. Вот, потому что он очень важен для понимания и для работы с вами, вот. Такая вот история. Я бы ещё обратил ваше внимание на потребностную сфер, то есть, я обратил бы внимание на то, что вам нужно, на то, что вам важно, на то, что вам интересно, на то, чего вы хотите, на то, чем вы занимаетесь по жизни, вот. То есть, ну, куда вы, куда вы движетесь по жизни, вот. Я бы на это ещё внимание обратил бы, потому что это тоже такая достаточно значимая история, вот. Ну и в целом, после того, как вы определитесь с тем, чего вы хотите, да, что вам нужно всё-таки. Вот, и можно будет что-то в этом направлении делать. То есть, если гармонизировать отношения с мужем, это одно. Если какие-то другие направления двигаться, то это всё-таки всё же другое. Вот. Ну и так далее. Так далее. Так далее. Такая вот история. Я надеюсь, что это вам поможет хоть немножко разобраться с той ситуацией, которую вы описали, хотя она сама по себе достаточно краткая. Поддержанность содержит в себе много, много, много важных элементов, вот. Там если измены, это травмы. Это травмы не только для того, кому изменили, но это травмы и для вас, там если изменили вы. И с этим нужно, в первую очередь, проработать. Также есть, видимо, заниженная самооценка, либо или чувство длины, потому что вы боитесь травмировать своих близких, вот. Ну вы боитесь их травмировать, то есть это вот такой гиберответственность получается, гиберответственность получается перед другими людьми, вот. Что тоже нагладывает отпечаток на свободу, свою собственную свободу, вот. На то, как вы себя ощущаете, на то, как вы себя профессионируете, вот. И вполне вероятно, что это может быть одной из причин, почему вы чувствуете себя не свободно в браке, вот. Но понятно, что с этим нужно работать, это нужно разбираться, ну, более подробно. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Да, я вам желаю всего доброго самого, я вам желаю удачи, я вам желаю найти все-таки возможность обратиться к специалиста для того, чтобы он помог вам разобраться в той ситуации, в которой вы оказались. Ну, и на последок рекомендую изучить психопсихологическую игру, названием «Тупик», вот. Мне кажется, что вам это было бы, как минимум, не бесполезно, как минимум. Выдачи вам, если не было этого, если вы не говорил, что вам это было бы. Продолжение следует...